Приветствую вас. Начать я бы хотел с того, что, замечу, вы не задали вопрос. То есть вот вы написали определенный текст, озвучили в этом тексте определенные проблемы, но при этом вы не задали вопрос. То есть у вас некий такой пласт, некий слой негативных моментов. Здесь и друзья, и личные отношения, и детско-родительские отношения, и апатия, и неуверенность в себе, и, собственно, невозможность найти собственное дело и так далее. То есть есть определенный набор, но что делать с этим набором? Как вы хотите его решить, как вы хотите этот набор разобрать, вы не пишете. А это очень важно. То есть можно сказать, например, так, что мне делать? Или как мне изменить свою жизнь в лучшую сторону? Или что-нибудь еще? То есть для начала, в качестве самой первой рекомендации я бы дал вам такую. Посмотрите на свой вопрос и сформулируйте хотя бы для себя, собственно, запрос к нам, к экспертам. И этот запрос, он даст вам то направление, которым вам сейчас нужно двигаться. Я поясню, почему так. Дело в том, что... Ваши мысли о том, что вы живете не в своей жизни, они подтверждают вас не просто так. И это лишь следствие того, что у вас не совсем верная модель поведения. Модель поведения у вас в среде по всему выстраивается исключительно на отношениях с мамой. И именно потому, что с мамой у вас отношения не очень ладятся, и вполне вероятно, что они ладились какое-то время, то есть, скорее всего, с детства. Из-за этого, по всей вероятности, у вас и проблемы как с самоидентификацией, с принятием себя, с уверенностью в себе, с личной жизнью. Потому что для личной жизни нужна модель своего собственного женского поведения и свой собственный женский образ. И, ну, не мужской образ. И вот с этим, видимо, у вас проблемы с формированием, с критериями, с пониманием того, что вы можете дать мужчине, что мужчина может дать вам, ради чего, для чего вы встречаетесь с мужчиной. Все эти моменты, скорее всего, потерпели определенную деформацию именно из-за того, что отношения с вашей мамой у вас не самые лучшие. Также ваша мама, она не дала вам модель женского поведения, которое обычно дают родители, и не научила вас любить себя, принимать себя такой, какая вы есть. Именно родители первыми не вносят в своем деятельности, что они самобытные, что они самоценные и так далее. Если родители этого не делают, то у ребенка возникают сомнения в себе комплексы и, соответственно, все вытекающие от себя последствия. Что касается друзей, что это, безусловно, социальная роль, это, безусловно, интересы. Безусловно, это вопрос социальной индивидности и понимания своего места в обществе, понимания своей роли по отношению к другим людям. И наличие выбора, личностного выбора между этими ролями. Вот это то, что можно сказать по поводу всех ваших проблем, перечитленных, так вот, на самом деле, как бы скользь, но, тем не менее, очень важных. И, говоря о направлении, я бы хотел спросить именно у вас. В какую сторону, в какую сферу своей жизни вы хотели бы разобрать, подкорректировать, в какой сфере свое поведение вы хотели бы подкорректировать, проблемы в какой сфере вы хотели бы решать в первую очередь. Дело в том, что апатия, которая у вас есть, это неуверенность в себе, которая произникает, мы уже поняли откуда, я надеюсь. То, что вы начинаете что-то делать и перестаете это делать, это страх неудачи. То есть, когда вы начинаете что-то делать, вы видите первый успех, например, и этот первый успех, он заставляет вас бояться того, что, а вдруг у вас не получится. Ну, не получится что-то вот еще, да, не получится в следующий раз, не получится дальше. И вновь получится подтверждение того, что вы там недостойны, что вы неудачны и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, вот этот момент, этот момент, он очень важен. И если мы говорим о страхе неудач, который вас едет, то никогда не приходит сам по себе. То есть, это не фобия, да, вот, например, там есть клаустрофобия, да, там, все другие фобии есть, порой даже самые причудливые. Это не фобия. В данном случае страх неудач пришел к вам потому, что неудача, сама по себе неудача, для вас страх стала очень значимой. Что это означает? Вы боитесь неудачи, особенно сильно, ну, во-первых, из-за неправильного понимания ее. Неудача – это всегда определение предела собственных возможностей, а значит, появление новых возможностей для роста. Условно говоря, неудача – это то, что двигает человека вперед, это развивает конфликт, это опорная точка для эволюции. Но, вы боитесь неудач, и боитесь вы, в первую очередь, именно потому, что неуверенны в себе. Но вторую очередь, потому что на ваши неудачи реагировали, скорее всего, опять же, в детстве, довольно негативно, довольно агрессивно, может быть, и из-за этого вы не хотите терпеть эти самые неудачи. Что больше, в каких-то пропорциях, думаю, нужно разбиваться. Что касается апатии, то апатия – это внутренние противоречия. То есть, знаете как, вот, представьте себе, что в человеке подключено несколько сил центробежни, которые тянут его в разные стороны, человека. И эти центробежни и силы создают конфликт внутри человека. И первое время он пытается этот конфликт разрешить как-то. У него не получается это сделать. Он чувствует, что конфликт его, ну, например, подавляет. Он чувствует, что конфликт достаточно сильный, неразрешимый. Видите, он теряет веру в себя. И здесь происходит защитная реакция. Защитная реакция нашей психики в том, что когда конфликт не решаем, от него нужно отградиться. Иначе можно сойти с ума, делая по кругу одно и тость. И наступает апатия. Апатия – это когда, в принципе, нам все равно. Это именно для защиты конфликта. Именно длительный конфликт. Вопрос, с чего конфликт, с чем конфликт, да? То есть, какие... Что из себя представляют противоборствующие стороны в конфликте? Ну, не очень понятно. Но с этим нужно разбираться. Поэтому, значит, я рекомендую вам выбрать эксперта и поработать приватно, лично с ним, с экспертом, который вам понравится. Значит, сейчас я рекомендую с вашей мамы и с того, почему вы живете до спор с ней, если она негативно на вас влияет. И я хотел бы сказать по поводу друзей, которые предательны. Вряд ли это именно друзья, которые вас предают. Скорее всего, это люди, которые всегда действовали в своих интересах, не очень беспокоились о интересах ваших. И когда эта линия поведения себя проявляется, вам кажется, что эти люди вас предают. На самом деле, то, что вы считали людей, друзья, не означают, что они не могут действовать в своих интересах. И предатель в узком смысле слова – это человек, который, беспокоясь о другом, совершает что-то во вред другому и сожалеет об этом. Вот в узком смысле предатель – это именно такой человек. Если же происходит просто-напросто поведение, направленное на удовлетворение своих интересов, а не, например, интересах ваших – это не предательство. Это, по сути дела, просто-напросто, ну, обычно такое эгоистичное отношение к человеку. И если кто-то обещал вам помочь, и вы рассчитывали на человека, то вам будет хороший достаточно урок относительно того, что именно словам людей верить не так сильно и может. Верить можно и в той, скорее, поступкам, чем словам. То есть, именно взгляд на друзей придачами стоит пересмотреть, а также пересмотреть свою позицию относительно того, какого друга из себя представляете вы, какого друга вы хотите видеть рядом с собой, и как лучше выстраивать отношения с друзьями. То есть, все это можно вам разобрать, все это можно вам дать, но не думаю, что в рамках одного ответа это будет рационально и правильно, поэтому выберите эксперта, если хотите действительно менять что-то в своей жизни и начинайте работу. Вот. Поэтому все, надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.